Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Свой первый паспорт в праздничной обстановке получили шесть юных жителей муниципалитета. Вручая паспорта, я хочу, чтобы каждый из вас для себя понимал, чем он будет дальше заниматься в жизни. Состоялось заседание Московского областного объединения Организации профсоюзов. Мы рассматриваем партнерства, чтобы в каждой организации был коллективный договор. В историко-культурном центре прошел урок мужества, посвященный событиям в Республике Афганистан. Меня очень впечатлило данное мероприятие. Я узнала много нового. На прошлой неделе Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на должность президента. В связи с этим во время большой пресс-конференции он рассказал о главных задачах внутри страны и за рубежом. Главное – это укрепление суверенитета. Что касается внешнего суверенитета, это укрепление обороноспособности страны и ее безопасности. Также президент ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. Зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. На развитие новых регионов будет выделяться 1 триллион рублей ежегодно. В настоящий момент уже восстанавливается их экономика. По мнению Владимира Путина, Европа в значительной степени утратила свою независимость, а решение принимает себе во вред. В своем выступлении президент упомянул и о появлении нового учебника истории. Его выбирали из более чем 60 версий. Но все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми. Они обслуживают чьи-то интересы, как у нас это было. На сегодняшний день отмечается 10-процентный рост инвестиций в основной капитал, а также заметен рост промышленности. В среднесрочной перспективе устойчивое развитие страны и создание рабочих мест. Свой первый паспорт в праздничной обстановке получили шесть юных жителей муниципалитета. Вручил главный документ ребятам временно исполняющие полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Буслаева. Теперь эти ребята полноправные граждане страны и несут ответственность, в том числе за будущее государства. Получение паспорта – это первый шаг в самостоятельную жизнь. Вручая паспорта, я хочу, чтобы каждый из вас для себя понимал, чем он будет дальше заниматься в жизни. Что приобретет, какие знания, по какому пути пойдет. Потому что чем раньше вы определитесь с тем, какой вектор развития вы выберете, тем раньше у вас будут определенные успехи. Потому что когда вы занимаетесь тем, что любите, тем, что вам нравится, вы точно придете к успеху. Вручение паспорта в торжественной обстановке позволяет молодым людям и всем присутствующим почувствовать значимость данного события. Паспорт – это, конечно, дает возможность для большого шага во взрослую жизнь. И с паспортом ты можешь поступить на работу, можешь также подрабатывать. Ну и он тебе пригодится вообще во взрослой жизни. Паспорт – это такой обязательный предмет для каждого человека. Паспорт для меня – это очень маленькое, но очень важное и волнительное событие для моей настоящей и дальнейшей жизни. Думаю, в будущем он мне очень сильно пригодится. Многие ребята признаются, что паспорт дает им возможность попробовать себя в профессии, с которой, возможно, свяжет свое будущее. Обладательница самого главного документа Эмилия Новикова занимается современными танцами и планирует поступать в хореографическое училище, а в дальнейшем преподавать. Это очень важное событие – получение паспорта, тем более в такой торжественной обстановке. Я думаю, это запомнится на всю жизнь. На торжественную церемонию пришли родители, юноша и девушек, чтобы поддержать ребят. Волнительный шаг. Очень приятно видеть таких уже взрослых детей. Понимаешь, что паспорт дает новые возможности, что теперь уже ответственные должны быть наши детки. Ну и удивительно, насколько быстро прошло это время, что уже 14 лет, уже такие большие. Поэтому это очень приятно в такой обстановке получить паспорт. Такие мероприятия в администрации муниципалитета проходят раз в месяц и позволяют участникам надолго запомнить это важное событие. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В поселке Дубровский состоялось заседание Московского областного объединения организаций профсоюзов для подведения итогов и обсуждений планов на следующий год. Подробнее расскажет Инга Янчук. Профсоюзные организации подвели итоги и обсудили меры, которые необходимо будет принять по новым обращениям граждан к объединению. Главной темой собрания стало совершенствование развития социального партнерства Московской области, которое позволяет эффективнее регулировать отношения внутри трудового коллектива, учитывая права каждого. Мы рассматриваем партнерство, чтобы в каждой организации был коллективный договор. Это задача номер один. Без этого невозможно. Повышение заработной платы, установление минимального размера оплаты труда, индексация заработных плат, охрана труда и техника безопасности, занятость Московской области. Особую поддержку профсоюза сейчас оказывают семьям мобилизованных военнослужащих российской армии, воюющих на Донбассе. С этими семьями проводится большая работа, мы проводим большую гуманитарную помощь, отправляем ребятам туда. На проведенном собрании обсуждалось грядущее повышение минимального размера оплаты труда. 20 декабря 2023 года в правительстве Московской области пройдет подписание договора, в котором будут установлены новые нормы. Если в этом году у нас минималка 19 тысяч, с 1 января 2024 года 24 тысячи, всем бюджетникам, а это более 44 тысяч работников в бюджетной сфере, повышается на 6,8 процента заработной платы, индексация. В ходе встречи также подвели итоги уходящего года и обсудили планы на год грядущий. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошел урок мужества, посвященный событиям в Республике Афганистан. Перед студентами колледжа Московия выступил участник военных действий, кавалер двух орденов Красной Звезды Валерий Бодряшов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Почти час. Длится немного дольше обычного урока, но врезается в память надолго. В историко-культурном центре продолжаются уроки мужества для учащихся муниципалитета. В этот раз перед студентами колледжа Московия выступил ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Бодряшов. Открыто и откровенно из первых уст участника той страшной войны. Коллеги, даже мои друзья, издали вот такую книгу памяти. Два дома таких есть. Всех погибших. Проделали колоссальные работы. Еще несколько лет назад их было меньше. Но ездят туда, находят остатки, привозят сюда, проходят идентификацию и восстанавливают. И вот на сегодняшний день 15 тысяч 22 человека. На экране были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов об Афганской войне. Ребятам рассказали о мужестве советских солдат, которые выполняли интернациональный долг за рубежом своей родины. Подвиг воинов, многим из которых было всего по 20 лет, нашел отклик в сердцах студентов. Узнал много нового. Именно не то, что пишут нам в учебниках истории, а то от человека, который был там, который командовал непосредственно этим. Это очень важно при изучении какого-то момента в истории или какого-то события. Меня очень впечатлило данное мероприятие. Я узнала много нового, много интересного. И, в принципе, мне очень понравилось. На встрече учащиеся детально погрузились в историю боевых действий в Афганистане. Узнали о причинах конфликта и невосполнимых потерях советских войск, а также о трагической судьбе земляков. У них горят глаза, задают массу вопросов. В общем, я сам в большой, так сказать, удовольствии испытываю от общения со молодыми людьми, которые вот так активно себя проявляют. Уроки мужества для учащихся Ленинского городского округа в Историко-культурном центре проходят на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В следующем году государство пополнит счет держателем Пушкинской карты. Что такое Пушкинская карта и кто может ее оформить, расскажет наш корреспондент Юлия Астаферова. Как сэкономить на покупке билетов на выставку, экскурсию, мастер-класс в театр или музей? Все очень просто. Для этого существует Пушкинская карта. Ее выдают юным гражданам Российской Федерации от 14 до 22 лет, чтобы они могли за счет государства посещать все культурные мероприятия в любом городе страны. На мероприятии Дворца культуры видны, на спектакле, например, ходят молодежь и пользуются Пушкинской картой. Пушкинская карта представляет собой банковскую или электронную карту с лимитом 5000 рублей, из которых 2000 можно потратить на кино. Деньги на счет зачисляет государство раз в год. Воспользоваться средствами нужно до конца календарного года, иначе они сгорят. Такая мера поддержки помогает молодежи заплатить за билет полностью или частично. Например, посетила мюзикл очень дорогой, который не могла себе позволить в студенческие времена. Я думаю, что это классная задумка, потому что молодежь реально стала больше ходить, развиваться по таким местам, и это очень доступно. Оформить Пушкинскую карту можно через портал Госуслуг и с помощью мобильного приложения Госуслуги Культура. В Лопатинской школе состоялась благотворительная ярмарка под названием «Новогодний сувенир». Гостям мероприятия предлагались сладости, выпечка и напитки. Подробности у Максима Козлова. Преодолевая ветер и снег, ученики Лопатинской школы спешат на уроки. Но начинаются они сегодня не совсем обычно – с благотворительной ярмарки, которая разместилась в фойе второго этажа. С основания школы проходят благотворительные ярмарки в разном формате, разная тематика, но смысл тот же, что мы привлекаем детей и педагогов, и родителей к благотворительности. Ассортимент ярмарки весьма широк – от выпечки и напитков до различных украшений и мягких игрушек, сделанных ребятами и их родителями. Торговаться не возбраняется. Я за 30 покупаю, она сказала, за 30. Давай, 7, 5, 6. Отдельный прилавок стоит прямо у входа в Гагаринский музей, который является гордостью Лопатинской школы. Здесь можно попробовать настоящее питание космонавтов. Есть специальная паприка, спонсорская аэстрофуд. Она нам поставила для нашего Гагаринского музея. У нас проводятся экскурсии на данную еду. И мы сейчас ее продаем. То есть его можно продегустировать или можно купить прямо целый вот такой флакон? Увы, не продается, можно продегустировать. Покупки делаются не за деньги, а за особую валюту – добрые червонцы. А потому первое, что необходимо посетить перед выходом к торговым рядам – обменный пункт. Ребята приходят, обменивают деньги на червонцы. И то есть в зале там, получается, продажа идет не с деньгами, а именно с червонцами. Подобные мероприятия призваны, в числе прочего, показать детям и взрослым, что делать добро очень просто. Достаточно желания и умелых рук, которые могут что-то смастерить или приготовить. У нас есть пирог, который вот прям вчера ночью пекли, чтобы поскорее привезти сюда. Также у нас есть домашние пряники, тирамису. Наши родители сделали прекрасные картиночки с конфетами. Прошлая благотворительная ярмарка прошла 3 ноября и была приурочена ко Дню Народного Единства. Совместными усилиями удалось собрать почти 160 тысяч рублей, которые направили в Фонд социальной поддержки Вера. В этот раз собираются порадовать ветеранов. На все вырученные средства в ходе благотворительности мы обычно в преддверии Нового года приобретаем подарки для Совета ветеранов Единского городского округа. По прошлым годам было где-то около 80 тысяч, было более 100 тысяч. В этом году прогнозов пока нет. Но глядя на веселую суету вокруг прилавков, можно быть уверенными. И сегодня соберут немало. А значит, многие, кому это так необходимо, смогут получить частичку тепла сердец этих ребят, их родителей и учителей. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В рубрике «Афиша выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие выходные. 16 декабря в субботу в 12.00 в Историко-культурном центре состоится мастер-класс по декорированию фольгой сувенирной шкатулки. Занятие проводит педагог Центра детского творчества «Импульс» Сергей Фомичев. В 17.00 в субботу в ДК «Буревестник» села Молоково премьера спектакля «Голубая стрела» по мотивам сказки «Джанни Радари». Билет от 400 рублей мероприятие для всех возрастов. На сцене Дворца культуры «Видное» в субботу в 19.00 музыкально-драматический театр «Гармония» представит музыкальную сказку «Огниво». Автор музыки и слов Михаил Рачевский. Билеты от 250 рублей. «Пиратский Новый год» – музыкальный спектакль для всей семьи на сцене ДК «Буревестник» 17 декабря в 17.00. Пьесу покажет театр-студия «Премьера». Также в воскресенье в 17.00 во Дворце культуры «Видное» новогодний концерт Оркестра русских народных инструментов имени Владимира Глейхмана. Главный дирижер – Александр Лисовец. Прозвучат мелодии отечественных и зарубежных композиторов. Желаем вам хороших и приятных выходных. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.